здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня действительно даже бы сказала по-настоящему актуальная тема это гаджеты и встречаемся мы с валерий вассерман валерия педагог психолог мама троих детей знает все о гаджетах гаджета зависимости и отношениях с гаджетами валерия здравствуйте я не просто мама которая стала психологом я мама которая принесла через свой опыт логоневроз и нурез и очень многие заболевания которые задержка речи задержка развития и я знаю про гаджетовую зависимость не понаслышке а именно через свой опыт потому что телефон планшет это те предметы которые стали причиной одной из причин достаточно многих заболеваний моих детей и ну естественно первых двух девочка уже опыт же у меня есть я уже знаю как действовать и поэтому она уже заговорила рано и с мальчиком вот были небольшие проблемы логоневроз это заикание невроз мы перенесли и гаджеты конечно же являются не при не одной причиной но одной из причин которая в современном мире то есть у нас очень много мам сталкиваются с тем что ребенок растет задержками ребенок растет с какими-то невротическими отклонениями да и здесь конечно имеет все место быть и роды и какие-то и какой-то перинатально неправильный периода ошибки акушеров ошибки мамы в первые месяцы жизни ребенка но тем не менее вот как есть я первому ребенку уже в 11 месяцев поставила мультики так радовалась когда он следил глазками за экраном а потом встретилась с огромными проблемами то есть это действительно такой отрицательный мой опыт поэтому здесь мы будем говорить не только про психологию не только про науку но и про жизненные моменты которые у нас встречались вот именно в моей семье давайте начнем у меня даже созрел наверное первый вопрос как это может быть связано да ну вот мне как обычному пользователю чтобы было понятно как связано мультики в 11 месяцев и потом последующая задержка развития значит смотрите когда у нас ребенок растет и вообще у нас мозг ребенка мозг человека он как был 100 лет назад 200 лет назад когда гаджетов не было так он и сейчас есть и он развивается абсолютно с такими же таких же параметрах и для того чтобы мозг ребенка развивался необходимо одно одно главное действие это движение то есть ребенок сначала у нас барахтается ручками поворачивает головку начинает переворачиваться потом его присаживаем он садится начинает изучать все вокруг потом начинает ползти потом начинает идти и когда мы ребенку включаем мультик то 24 кадра в секунду они обездвиживают ребенка и соответственно ребенок устремляет свой взгляд на экран потому что 24 кадра в секунду это очень большой объем да как когда ну невозможно это все как бы просто принимать информацию но телевизор как бы зомбирует здесь я даже говорю про те мультики которые являются вот якобы развивающими до тени лав и так далее нет а да они развивают они могут дать какую-то ребенку информацию после трех лет к сожалению та информация которая дается в тени лав после трех лет уже не интересно и ребенок обездвижен если он обездвижен 15 минут да там вот в два года то ну как бы в два года 15 минут это еще небольшая проблема но тем не менее вот априори вообще сразу изначально как мы росли как росли наши мамы бабушки ребенок целый день может двигаться и ему не нужно заострять свое внимание на каком-то определенном объекте да что еще теряет ребенок когда он в экране я сейчас говорю про детей именно до трех лет то есть моя позиция такая до трех лет мы не ставим ребенку мультики если у него очень слабо развита речь то есть если два года ребенок заговорил отлично разговаривает я не говорю про звуки говорю именно про строение фраз да то в принципе с двух лет ну десять-пятнадцать минут ну я даже вот третьей дочке сейчас ставлю почему потому что она видит пример мальчиков что мальчики там сидят в телефоне да по по 30 минут и она просит мама почему мне это нельзя я же вроде как тоже дает человек и я есть ставлю но это буквально 10-15 минут я ее забираю и я понимаю что даже эти 10-15 минут не нужно ну просто и хочется вот ну как все да поэтому как бы здесь для проработки ревности я ее что вот мальчиком ты даешь а мне даешь да я ставлю но вообще когда ребенок смотрит на экран что он еще получает он получает готовую картинку готовых персонажей готовую речь готовый сюжет готовые костюмы когда ребенка этого нет вплоть до трех лет его фантазия развивается потому что он берет два карандашика и начинает придумывать какие-то ситуации он берет половник и начинать с ним что-то изобретать изображать когда у ребенка есть что-то готовое то со временем когда это готово увеличивается сначала вот эти 15 минут потом 20 потом мама засмотрелась инстаграм кофе йог пьет думает а ну ладно где 15 там и 30 ничего не случится и да и таким образом ребенок получает готовый контент его фанта и потом а зачем придумывать если есть готовое и еще один важный момент когда мы смотрим в телефон когда ребенок собирает пазл ему поступает дофамин это нейромедиатор в одна единица когда он смотрит мультик или играет в телефоны что еще хуже это тысячи единиц дофамина и соответственно когда мозг эти тысячи единиц поглощает 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 и потом вы выключаете то ребенка случается истерика но это плачет не ребенок это плачет мозг он говорит почему почему вы выключили мне вот этот кайф это же круто я смотрел это классно я ничего не должен делать я развлекался и и получается сейчас да а у меня вот этот дофамин поступал а вы его выключили то есть и вот я очень часто сталкиваюсь с проблемой мам что как мне выключить ребенку мультик чтобы не было вот это и вот этих истерики если есть истерика просто не включать то есть зачем вам выслушивать эту истерику да то есть есть дети которые действительно не плачут то есть мы им ставим таймер мы им даем вот этот таймер мы говорим вот 15 таймер прозвенел мы выключаем да но к сожалению это волевые процессы и они созревают только после 6 7 лет я таких детей знаю очень мало ну вообще по единице сосчитать которые могут действительно сами вот так вот убрать и сказать ну да я пойду конструктор построю потому что мультик это готовый продукт игра это еще более такая она игра на такая знаете их делают чтобы ребенка завлекать еще дальше дальше мамочка еще один раунд еще один раунд еще один раунд да то есть здесь выбор мамы что она есть данные что мультики до 3 лет имеют огромное влияние на мозг потому что как минимум ребенок не двигается потому что дается как бы такая бесплатная да это бесплатная няня мама может отдохнуть мама может расслабиться но фактически есть у меня лично у меня есть курс стоп гаджет мы с мамами там занимаемся своим перевоплощением вот именно из зависимой мамы в эффективную маму да и работаем над детьми и у меня есть уже статистика этому курсу уже два года у меня есть статистика что когда мама начинает убирать мультики у ребенка и она говорит что да я ему мультики не ставлю устаю я абсолютно так же как я с мультиками да то есть да я могу там где-то кофе попить да где-то отдохнуть где-то по телефону спокойно поговорить но ребенок когда находится без мультика он эти же 15 минут можете спокойно поиграть в комнате просто эти 15 минут в комнате их нужно научиться замечать их нужно научиться видеть и чувствовать а когда эти 15 минут в комнате ребенок играет а ты шинкуешь борщ да и ты это время потратила на борщ вместо того чтобы вот увидеть что он в комнате остался хоп чашку кофе себе налила чаек да посидела подумала книжечку почитала отдохнула и он опять прибежал а ты дальше борщ делаешь да то есть как бы успевать вот эти моменты фиксировать да и когда мы с мамами вот это проходим вот одни те же отзывы что дай как бы мультик хорошо но без мультик он ведет себя как бы даже еще лучше а еще одна очень важная проблема если мы переходим дальше по возрасту да то есть вот в год мы не ставим мультики в два мы не ставим сейчас идет повальная задержка речи и говорят вот мальчики позже заговорили говорят девочки более развитые но к сожалению девочки сейчас тоже очень большие проблемы с речью очень большие проблемы я сейчас вижу очень много не разговаривающих девочек даже в три в четыре года это просто какой-то ужас и говорят ну такое время девочки мой мозг такой же мозг такой же то есть он как сто лет назад развивался да от да со стола к префронтальной коре так он сейчас развивается и к сожалению мы ничего не можем то есть единственное что мы можем дать это ту среду которая была у нас и если эта среда не соответствует развитию то ну я просто могу развести руками это ваш выбор и в три года мы можем ставить ребенку мультик да то есть можно начать знакомить ребенка с гаджетом но опять же если вы до трех лет не ставили то вы можете спокойно не ставите до пяти проблема заключается в том что в три года ребенок идет садик к сожалению я очень много вызовов получают родители что в садиках есть телевизоры и я прямо даю четкий план как вы идете к заведующей как вы говорите какую информацию это очень важно что вы ну вы не можете слушайте я ребенка вожу в садик чтобы у него была коммуникация чтобы и даже 30-40 минут мультика а я не уверена что это 30-40 минут мама мне говорит я не уверена что это 30-40 минут я не уверена что они до прогулки занимаются они смотрят мультик меня же там нет в садике нет камер но там висит телевизор и ребенок приходит и говорит а мы сегодня смотрели да ну то есть когда мультик используется в учебных целях и детям показывают осень зиму какие-то времена года да и потом они сидят и клеят листочки окей но это же не так то есть воспитатель очень легко поставить всех зомбировать сесть и посидеть попить чаек я действительно сталкивалась такими отзывами и мы с мамами прямо шли заведующий и прорабатывали этот вопрос в три года уже в принципе можно давать когда запущена речь когда вы видите что функции мозга функции мозга это внимание мышление логика память произвольное внимание но очень важно потому что он потом нам школе да пригодится и вот эти все моменты когда запущены когда вы видите что действительно ребенок вы открываете ему какую-то там развивающую тетрадь и он не встает не убегает через секунду да он хотя бы пять-семь минут может в три года задержать свое внимание на вашем занятии да или в какую-то игру настольную берете он действительно может с вами поиграть пожалуйста бы позанимались погуляли там я не знаю после сна поставили ему этот мультик да ребенок посмотрел мультик спокойненько идет дальше но а опять же выбор за вами можно без мультика также как жили мы спокойненько играть в резиночки казаки разбойники вышибал и я понимаю что дома это невозможно сейчас у нас нет вот этой среды когда ребенка можно выпустить до на улицу и это все небезопасно да то есть очень очень многих мам есть тревога как я выпущу ребенка а если на улице ну не пойми что это очень страшно но опять же вот ваши приложения ваши часы да когда ребенку уже исполнил 6 лет у меня и старший да то есть мама спокойно у меня закрытый двор вот я мы сейчас живем в москве мы жили в казани у меня закрытый двор в казани был я спокойно ребенка могу выпустить потому что я знаю я знаю где он я знаю что с ним я все любую секунду могу проверить и тревожность пропадает и пропадает вот это чувство недоверия то что что-то с ним случится есть там кнопка до который может в любой момент нажать пожалуйста да что в этот момент получает ребенок я прям добилась чтобы у нас во дворе не было гаджетов потому что у нас опять же приходили старшие ребята со второго третьего класса сядут на скамейку и наши малыши побегали ой чё это у вас там дает покажите покажите я прям сказала вы ходите гулять без телефона все ребят потому что улица это классно вы дома можете в телефоны поиграть если я поговорила один раз и действительно все начали играть и в прятки вышибал и догонялки и соревнования устраивать и это здорово но это уже как бы детки вот шести лет да то есть до шести лет почему еще раз я говорю потому что шесть лет начинает формироваться вот префронтальная карана формируется с рождения да она потихонечку она уже заложена когда ребенок родился но она потихонечку потихонечку с трех лет начинает вот так вот у нас да а в шесть лет именно волевые процессы что такого воля воля это когда ты можешь четко по плану который премоторная кара выстроила четко по плану выстроить вот этот план выстроить и ты можешь ему следует то есть если к тебе подходит человек какой-то и говорит на конфетку я пойдем со мной в машину да ты точно четко понимаешь что да это человек опасен и я ему скажу нет да это за это отвечает волевые процессы и у меня даже такой сучи сыном был мы жили на даче они играли ну как вот домики домики стоят и дорога общая они играли на дороге дорога с полицейскими она такая ну проезжая но она очень слабо проезжая была там все выходили все дети и в этот день почему-то играли не только втроем два моих сына и один мальчик друг подъезжает дядя и говорит ребята вы хотите мороженое они крыдах хотим он такой ну ладно завтра купим удочку так закинул наступает завтра они мне ничего не рассказали просто сказали мамы нам нам мороженое обещали я думаю он кто-то прошел там сказал я вам мороженое куплю да даже не застрела внимание подходит подходит приезжает дядя во второй день и говорит ну что мороженое то поедем покупать и этот мальчик который друг он такой конечно его мой сын одергает говорит ты что ты его знаешь откуда ты садишься в нему в машину и одернул почему потому что этому ребенку пять лет а моему уже было семь и он четко знает инструкции как действовать он говорит ты же не знаешь его ни в коем случае не садись он говорит нет но это же вот дядя здесь живет он говорит откуда ты знаешь кто он и вот да 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 секунда секунда меня с рядом с ними не было я готовила суп на обед и с дочкой возилась то есть вот эти правила они начинают действовать к сожалению только шести лет то есть до шести лет ну естественно если не ребенок до шести лет не растет в постоянной гаджетовом мире если у него нет гаджетов на завтрак на обед на ужин и у него развивается префронтальная кора а префронтальная кора опять же развивается когда у ребенка есть какой-то план и он идет его выполняет да то есть когда мы видим что ребенок пополз какому-то ящику и хочет его открыть и достать оттуда сыпучий какой-то предмет и высыпать нам да нам кажется что это была в ствол на самом деле этот план поселился у него еще когда он видел как мама доставала там ту же самую крупу и делала кашу и поставила обратно и он на следующий день это вспомнил с другой комнаты увидел этот шкаф пополз то есть это целый план когда он реализует его да и вот здесь вот я призываю всех родителей из комнаты из квартиры делать манеж то есть если вы делаете а кухню то вы просто если вам жалко не хочется убирать вы все сыпучие предметы убираете наверх если вы видите что это может принести вред к ребенку и внизу оставляйте какие-то безопасные контейнеры половники да чтобы ребенок открывал не закрывать на вот эти вот и киевские штуки чтобы у него был познавательный момент и чтобы вот этот план постоянно реализовывался есть план сделал и он сразу же получает тот же самый дофамин который он получает от мультика да то есть он постепенно постепенно идет да я согласна абсолютно с вами и и помню свой опыт даже на эту тему да когда все нижние шкафы в доме превратились в заваленные игрушками контейнерами в общем разными штуками которые не могут принести вреда ребенку но при этом она может ползать и доставать оттуда все без какого-то труда у нас вот здесь был комментарий двое детей с полутора лет смотрели планшеты но никогда не было проблем что очень развиты а да у меня на каждый вопрос есть ответ потому что я в этой теме уже больше пяти лет я с вами полностью согласна мы сейчас говорим с полу то во первых первый момент что с полутора лет до полутора лет это очень важный момент почему потому что когда мы говорим про то есть до полутора лет ваши дети а скажем так развивались они видели маму да они общались с мамой они были в домашней обстановке а домашняя обстановка была благоприятной здесь еще очень важны моменты что были роды но хорошие да и таким образом у нас как бы такая достаточно хорошая среда для развития было да и в полтора года ваши дети смотрели планшет я не знаю сколько они смотрели планшетом 20 минут 30 или по часу да но в любом случае вот эти полтора года которые вы им дали они дали хороший плацдарм для того чтобы мозг ребенка уже развивался то есть они уже знают как просто я знаю девочки что 6 месяцев девочки ставят своим детям мультики просто чтобы посидеть я не знаю там пойти умыться потому что мама вот в таком вот запарив всю ночь не спала и она ничего не понимает очень сложно и так далее да но у меня например ребенок первый родился с очень страшной гипоксии с очень страшной то есть он вообще был синего цвета и это был мир мой первый ребенок ну как бы я же не видела никогда как рождаются дети тогда не было никаких инстаграмов не было никакой вот ну литературы я просто мне выдали я подумал наверное так надо а когда родился второй ребенок он был розовенький я посмотрела на него и у меня просто как осенение пришло я поняла что у меня у первого просто был страшный ужас и вот в этот момент я начала им заниматься да то есть но во первых у нас уже была задержка речи а задержка развития это конечно все понимала но вы должны понять что гаджеты это не единственный фактор того что у нас происходят какие-то проблемы у ребенка это и роды это и какие-то вот моменты с обстановкой в семье то есть например вот я прекрасно знаю пару где вроде как бы там гаджетов не было самого рождения но мама с папой так сильно ругались сейчас у ребенка действительно проблемы да то есть это то есть казалось бы какие-то эмоции да но они очень серьезно повлияли на развитие ребенка да то есть у него сейчас эмоциональный интеллект просто на нуле вообще не может не терпеть не выслушать не не принять он то есть все то есть это истерический тип уже складывается личности да и сказать что здесь мультики виноваты нет хотя мультики тоже на смотрел прям с двух лет и там не было по 40 минут там было по два-три часа да то есть да и сейчас ребенок вообще ну вот такой пример и еще раз повторяюсь что мы живем с вами в мире где ну просто это нужно принять и я это приняла когда мой ребенок первый пошел в школу даже раньше немножечко что гаджет это неотъемлемая часть жизни нашей и мы к школе наша задача не уберегать ребенка от гаджета ни в коем случае наша задача научить пользоваться телефоном научить пользоваться им так распоряжаться чтобы он владел им как инструментом приведу пример да 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 вот у вас есть пылесос вы им пылесосить у вас есть блендер вы делаете в нем смузи или какое-то тесто вы у вас есть кастрюли в которых вы варите суп и стиральная машина в которой вы стираете вот телефон это средство для связи средства для для коммуникации средства для работы если у взрослых и средства для развлечения вот три функции телефона но если мы с вами посмотрим на маму например я могу привести свой пример то есть у меня тоже была зависимость в телефоне я даже этого не понимала то есть я прикрывала что я веду инстаграм у меня там какие-то рабочие процессы но потом когда я увидел у ребенка первые задержки я поняла что проблема-то не в нем проблема во мне что это я в телефоне поэтому мне выгодно включить ему мультик да чтобы там он меня не отвлекал постоянно не манкал да и я стал работать над собой мы устроили себе трехдневный детокс я убрала телефон меня муж уехал в командировку у ребенка выключила мультик я получила просто другого ребенка я получила свое совершенно другой ресурс у себя я столько переделала за эти дни я столько смогла и когда мы говорим с вами про детей школьников да которые идут в школу и которые даже на уроках то есть мы вот в казани учили школе и учительница мне рассказывала что дети просто на уроках то есть она не может ничего сделать она просто уже запретила доставать телефоны потому что они на уроках сидят они переписываются ватсапе да и это не два человека и потом принялась приняли решение на родительском собрании что телефона в школу не даем если вы даете телефон школу ребенку то это или кнопочный если это сенсорный телефон с играми то ребенок до продленки не имеет права его доставать если он достает учительница без она говорит я не могу его забрать это имущество ребенка если я забирала потом они сейчас современные же очень они говорят вот мы на вас суд подадим и так далее вот и она не может с этим никак бороться она говорит чтобы не доставали вы должны провести с детьми беседу ну что вы думаете все равно два три человека в классе нарушали эти правила это почему потому что родители не видят не видят этого школьного процесса учебного да и они не понимают что телефон отвлекает ребенка телефон отвлекать партнера по партии до соседа телефон отвлекает всех остальных он полез вот достал это все очень сильно мешает и моя задача как родителя в первую очередь показать детям как я обращаюсь телефон и как и как я нахожу время на учебу на работу на развлечения то же самое то есть ко мне подходит ребенок говорит мама ты работаешь я говорю нет я отдыхаю я сейчас у меня 15 минут перерыв вот он сейчас закончится я отдохну я немножечко читаю интересные для меня паблики про воспитание про развитие про психологию он говорит хорошо а когда ты закончишь ты можешь нами поиграть конечно то есть я убираю телефон иду играю я показываю тем самым что смотрите время разделено да то есть у меня определенное время заложено то чтобы я отдохнула восстановила ресурс попила чашку чая но потом я иду играю с вами и это нормально поэтому вот когда мы говорим про детей от полутора лет вы знаете очень важен фактор того что вы ставите мультик и даже в полтора года мультик может быть развивающим когда он развивающий становится когда ребенок посмотрел мультик а потом с ребенком этот мультик обсудили я знаю что в полтора года дети уже очень много многие могут ну то есть они понимают речь они могут ответить да нет и вы можете вот этим наводящими вопросами там ребенок посмотрел того же самого лунтика что лунтик делал он спасал милл или он убегал от гусениц и ребенок то она опять начинает а то есть он анализирует уже включается мышление и вы уже можете понимать вы знаете еще очень важный момент что все дети абсолютно разные то есть например вот я ребенку ставила в год мультик до своему первому и им если бы оставила им если бы я не ставила ему до двух лет мультик то у нас бы все равно были проблемы но эти проблемы музыкам они только усугубились потому что когда у нас была задержка речи задержка развития я пошла к неврологу психологу они мне все в один момент сказали уберите телевизор мамочка уберите телевизор и все у вас станет лучше мы убрали телевизор речь появилась через три месяца почему потому что ребенок начал двигаться он начал от меня очень много требовать я начала ему очень много отвечать да и соответственно пошли результаты мы стали больше заниматься физическим развитием скажем так не пялиться в телефон поэтому здесь нет единого такого правила что вот в полтора года поставили мультик я как психолог я вот буквально в этом году получила психологическое образование да уже третье свое и я изучая нейропсихологию изучая все вот эти исследования я могу вам сказать что до трех лет формируется очень важные функции мозга если вы не ставите ребенку мультик то есть мы не можем взять вас давалых детей и сравнить их с вашими же полутора годовалыми детьми которые мультик не поставили потому что вы уже поставили мультик но вы не знаете как бы развивались ваши дети не поставь бы им этот мультик понимаете то есть вот этого исследования вы провести не можете вы можете только это ну как бы делать короткие просмотры да и давать им развитие через общение через бытовое развитие делать с ними готовить с ними убираться с ними тогда ваши дети будут расти в норме да если это не двухчасовой просмотр валерия скажите пожалуйста какими занятиями я могу тогда поразвивать если хорошо уже ребенок там смотрел мультики да то есть ему там может быть не хватает сейчас усидчивости или ему не хватает вот этой развитой воли какими упражнениями или занятиями я могу как бы компенсировать вот эту вот эту историю смотрите а вообще отличный вопрос потому что то есть я когда ко мне приходит мама на стоп-гаджет на тот же самый говорит ли у нас проблема у нас проблема у нас ребенок у ребенка там заикание то же самое сейчас очень большое количество детей мне мам пишет заиканием и мы заикание у старшего сына победили у среднего сына у меня тоже началось заикание больше полутора лет назад но а я знаю схему который с которым с помощью которой можно работать без медикаментов единственное что дают детям это магний да он успокаивает нервную систему даю ее даю этот магний по рекомендации невролога то есть когда у вас есть какая-то задержка речи до или то есть вы сразу идете к врачу вы не в пабликах ищите информации в инстаграме вы идете к врачу вы идете к специалисту если бы вам один специалист один специалист говорит у вашего ребенка нет заикания мамочку успокойтесь идите я пошла к другому специалисту понимать не слышу что у ребенка есть заикание к вам он пришел расслабленный а когда ему что-то важное хочет сказать он начинает заикаться да если у вас у меня вот мамочки на стоп-гаджете приходят заиканием с разными проблемами они приходят, и мы начинаем работать с ними. Я говорю, слушайте, мало убрать мультики, потому что когда вы убираете мультики, ребёнку где-то месяц нужно на то, чтобы раскачаться и начать вообще что-то делать, играть самостоятельно, научиться, придумывать какие-то игры. У нас есть несколько, у меня есть несколько рецептов. Во-первых, это время с мамой. То есть когда вы убрали мультики, вы обязательно включаете какую-то игру. И здесь для детей от пяти лет это могут быть настольные игры, а для детей до пяти лет, начиная уже с двух с половиной, с двух, вот мы сейчас с дочкой прекрасно играем, и в магазин, это ролевые игры. То есть до трёх это ролевые, а с трёх это сюжетно-ролевые, когда уже появляется какой-то сюжет, когда что-то произошло. И это надо научить, получается, да? Ну, если ребёнок, когда я сам не занимался, то я как мама или как взрослый человек должна показать, что вот можно вот так, можно вот так поиграть, можно вот так. Да. И смотрите, вы как человек, у которого, ну, как минимум там где-то развита фантазия, очень многие мне говорят, вот, Лера, у меня первое образование режиссёр, и, соответственно, мою фантазию развивали пять лет, да, как только могли в институте. Но у меня не развита фантазия. Как ты мне посоветуешь вот играть? Я говорю, девочки, просто вы берёте все игрушки, которые у вас есть, да, ну, не все, а вот какой-то определённый конструктор взяли, и вы из этого конструктора можете построить зоопарк, вы можете построить парковку, вы можете построить салон красоты, да? То есть вы просто берёте игрушки и берёте реальность из жизни. У вас есть кукла. Вот что кукла может сделать? Кукла – это девочка. Она может пойти в салон красоты, значит, мы делаем прически. Она может пойти в магазин, она может пойти в магазин бытовой химии, вы выставили бытовую химию, и она покупает, да, там, денежки вырезали. Вы можете выставить в магазин фруктов, а может быть, она пошла в магазин лента, взяли какую-нибудь там из газеты, вырезали ленту, поставили, построили, приклеили на стул, ну, вот у вас уже ролевая игра, да? То есть я не верю в то, что фантазию, то есть у меня фантазия была вообще на нуле, потому что я закончила физико-математическую школу, да, когда я поступила на режиссуру, но это всё развивается. Главное было бы желание, главное было бы желание мамы. И вы показываете ребёнку, что есть конструктор, вы с него можете сделать вот так, а есть конструктор, вот вы с ним можете сделать вот так, да, и присоединяя там две игрушки, например, конструктор и фигурки животных, вы можете сделать и зоопарк, но при этом вы можете сделать какой-то цирк, да, то есть сделать арену из конструктора, какие-то там сиденья поставить, и животные будут показывать. То есть смотрите, сколько вариантов только из двух, да, из двух игр. И таким образом мы показываем ребёнку. И знаете, что самое интересное? Когда вы показали ребёнку, потом у меня есть такой приём, я ухожу на кухню, говорю, о, у меня там суд надо выключить, там, или что-то доделать надо, да, когда ребёнок начинает играть сам. И потом вы будете наблюдать, в какую неделю эту игру будет проигрывать. То есть она его засядет, и он будет сидеть, вот играть, да, и, ну, это классно. То есть вы показываете ребёнку, да, как играть, потому что не надо ждать от ребёнка, если бы ему в полтора года ставили мультики, да, не все дети, ещё раз повторюсь, мозг у всех абсолютно по-разному развивается. Кто-то до полутора лет бегал, резвился, играл, а кто-то до полутора лет сидел в манеже, да, чтобы мама успела суп приготовить. Опять же, разные ситуации исходные, да, и не у всех вот эта фантазия развита, и не все детки могут вот это, да. Это первый момент. Это игра совместной с ребёнком. И здесь ещё второй момент. Это развитие префронтальной коры, это физическое развитие. Что такое физическое развитие? Физическое развитие префронтальной коры, это упражнения, в которых ребёнок получает какие-то определённые задания, и он их выполняет. Например, берём, вот вам, пожалуйста, такой пример, да, берём полусу препятствий, положили вот так вот кегли, да, ребёнок их должен переступить, да, взять мячик в руки и бросить их в ведро. Вообще я за то, чтобы вы каждый месяц, ну, и я тоже каждый месяц, я каждый месяц обновляю наш материал для физического развития, пошли в ленту. Там всегда продаётся, там, в Ашан или ещё в какие-то гипермаркеты, там всегда продаётся какие-то мячики резиновые, да. Вот эта вещь, которая поднимает интерес ребёнка к физическому развитию. Кегли, мячики, обручи, лестницы координационные, которые, лестницу координационную, её можно сделать на самом деле не только вот из, ну, из лесенки, да, её можно, в смысле, из лесенки, например, из декатлона. Она в декатлоне стоит около 1200-1500. Её можно сделать из скотча. То есть вы просто клеите две полоски и между ними клеите вот такие. Всё, у вас лестница координационная готова. Что с этой лестницей вы можете делать? Вы наклеили её в коридоре, да, пожалуйста, каждое утро ребёнок у вас прыгает по этой лестнице, да, просто перепрыгивает эти квадратики, потом берёт мячик, бросает в ведро или прыгает, делает два хлопка, да. И вот эти упражнения, они дают ребёнку возможность услышать план, премоторная кора этот план выстраивает, а префронтально его выполняет. Если ребёнку два года, то это только, ну, даже давайте так, два с половиной, то это только два задания в упражнении. То есть, например, взять мячик и бросить его, да. А если ребёнку уже ближе к трём, то там может подкрепляться уже три упражнения, ну, три задания в упражнении. Ближе к четырём — четыре упражнения, пять и так далее. У меня есть гайд по физическому развитию, и этот гайд, он не только на префронтальную кору, там можно формировать и межполушарные связи, и моржечок мы с помощью равновесия формируем, и различные разные, то есть там на все отделы мозга у меня упражнения, да. И вот с помощью вот этого гайда мамочки меня берут, но я хочу вам объяснить один момент, что очень многие мамы работают, очень многих мам нет. То есть она оставила бабушке ребёнка или в садик отвезла, всё, она пришла домой, она никакая. Но я хочу донести вот этот момент, что если вы понимаете, что у вас у ребёнка где-то есть какие-то проблемы, и мамочка устала, но вот эти упражнения проделать, девочки, это 10 минут. Если вы 10 минут в день проделываете упражнения, то это, ну, как бы, это такой кладезь для школы будет, потому что префронтальная кора, она отвечает за то, чтобы смотреть на учителя, чтобы эти 25 минут в первом классе, они по 25 минут сидят, потом они делают переменку, потом опять, да, занимаются, смотреть на учитель, и когда учитель говорит, достали зелёный карандаш из пеналы и поставили в левом правом. Вот когда у ребёнка префронтальная кора не развита, то на слове «из пенала» всё, внимание, всё, потому что он открывает пенал, всё, там столько ручек, а какой надо было красный, а, посмотрел на сосед, зелёный, а где надо было поставить, да, всё, он не услышал команду. Но когда вы, уже начиная с двух с половиной, с трёх лет, начинаете вот это всё развивать, то у вас ребёнок услышит, и вот так вот сядет, и всё сделает, да, это действительно работает, потому что мой ребёнок с гипоксией, который просто с какими только задержками мы не были, да, он в первом классе просто, во втором классе отлично, то есть самостоятельная домашняя работа, полностью, от начала и до конца. Английский, который он до семи лет вообще не изучал, он полностью, то есть он приходил, но английский я ему немножко помогала, потому что сложный другой язык, да, и он до семи лет вообще никак не изучал, но полностью самостоятельно делает уроки, и учительница хвалила его в том плане, что прекрасно развитая речь у человека, который только в три года всё ещё заговорил, она говорит самая развернутая речь в классе, да, то есть он не просто может сказать, ребята, а как вы думаете, о чём это пословица, он может так это развернуть, да, потому что занимались, и занимались не только развитием речи, а именно развитие речи происходит через крупную моторику, и вот в этом гайде у меня есть вот эти моменты. А какой вопрос там был? А как начать отношения с телефоном у ребёнка? Ну, я так понимаю, как эти отношения начинать ребёнка и гаджета? Мой опыт показывает, что если вы до трёх, до четырёх лет не давали мультик, то вы можете постепенно давать мультик, да, опять же, я за то, что мы живём в информационном мире, что эта информация, если вы приходите в поликлинику, то в поликлинике, я не знаю, в Казани у нас, да, я здесь ещё не была в Москве в поликлиниках, но в Казани там висят телевизоры, и дети все ждут очередь, ребят, ну как мы ждали очередь? Мы с мамой играли вот ладошку, ударь по ладошке, и ладошку убирают, да? Мы бегали по коридорам. Я говорю, ненавидела очереди, ненавидела их в детстве. Я согласна. Ну мы же как-то выжили, да? Мы же как-то выжили, да? Сейчас есть очень много развивающих игр, которые можно просто речевые, да, то есть вы пришли с ребёнка, до трёх лет ребёнку вообще ничего не надо, да, то есть он может завлечь себя сам, если у него нет мультика в постоянном доступе, он может разглядывать картинки, может там в поликлинике, они начинают там сразу все знакомиться. Но если вы приходите в поликлинику, там висит экран, то вы сталкиваетесь с тем, что ребёнок всё равно этот мультик где-то как-то получает. Тогда мы, да, вводим по 15 минут мультик. И я, знаете как, я вводила, например, у старшего, у среднего сына, я вводила это, чтобы вы понимали, старший у меня уже играл в телефон, да, а маленький, средний мальчик, он у меня не получал мультик. Почему? Потому что я понимала, что у меня вот есть опыт задержки речи, да, я лучше сейчас приложу. Я ему говорила, смотри, у нас семья, мы друг другу помогаем, и у меня есть вот небольшая проблема. Проблема в том, что маленькому ребёнку ещё нельзя смотреть мультик. Поэтому, когда они у меня находились оба вдвоём дома, мы первую половину дня полностью всё играли, они мне помогали по дому, готовить супчик, там, готовить ужин. Мы убирались с ними, ходили на прогулку. А потом, когда он засыпал, да, маленький, ну, там у него первый сон был, там у Лев, и два сна было, то я ему давала вот на старшему ребёнку гаджет. Но, когда он уже подрос, и он начал уже понимать, ближе к четырём годам, он говорит, мама, почему вот Рон там играет? Он встал, как-то раз увидел. Я же тоже хочу. Я говорю, хорошо, давай. Встали, давай по 15 минут. Но это был телевизор, да. Я объясню, почему. Потому что телевизор, это большой экран, он на зрение оказывает более слабое влияние, потому что телефон, это маленький экран. И когда у нас маленький экран, и он близко, то, это я вам говорю словами окулиста, да, то зрение очень сильно напрягается, да, то есть картинку, которую нужно уловить, вот это, да, вот, то есть чем больше экран, тем лучше. Мы начали с 15 минут мультиков, но потом, когда ему исполнилось 5 лет, у нас как бы есть такое правило, что, да, в 5 лет мы можем ребёнку дать телефон. Мы дали не телефон, мы дали планшет, опять же, чтобы побольше было, да, и он играет. Как он играет? Он играет, то есть там не очень много игр, и, ну, к сожалению, к моему большому сожалению, вот этот вопрос у нас, конечно, не урегулирован, потому что старший ребёнок всё-таки в школе уже, старший ребёнок уже получил вот это влияние от своих одноклассников, которые оказали на него, то есть действительно до школы у нас не было вот этих игр страшных, которые я просто терпеть не могу, да, там Бравостарс, ещё какие-то там, да. Знакомый тем. Да, 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 да. И вот в школе он это узнал. Естественно, этот смотрит, что он там играет, ему тоже хочется. Я говорю, так, ребят, смотрите, я всё понимаю, но у нас есть такой момент. Поиграли в эту игру, закрыли, открываете какую-то более полезную шахматы там или какую-то на координацию, да, вот. То есть мы с вами учимся управлять гаджетом. И как мы давали? Я давала сразу, чтобы ребёнок, во-первых, с помощью таймера ребёнок, ну, учится чувствовать время. И мы с помощью таймера не только даём, я не только давала гаджеты, я ещё могу, например, говорю, так, ребятки, смотрите, мы позавтракали, всё, мы начинаем одеваться, давайте я поставлю таймер. Интересно, успеем мы за это время одеться и выйти на улицу. И когда дети до звонка таймера успевают, это такое счастье, да, но и при этом звенит таймер, и они чувствуют вот эти 15-ти минутки, 10-ти минутки, 5-ти минутки, да. Я ставила таймер ребёнку сама вначале, да, и когда таймер звенел, он мне отдавал этот планшет. А вначале это были 15 минут, потом 20 минут, да, то есть сейчас он у меня, ему уже 5 с половиной лет, он у меня играет уже 30 минут, и у нас есть правило, что если ты не доиграл, да, ну, то есть бывает же такой, там какой-то раунд надо завершить, когда тут таймер звенит, да, от этого же никто не застрахован, то у меня нету такого вот надзора, что ну-ка, таймер, всё, давай, меня трясёт, да, давай, быстрее мне свой телефон, планшет, не дай бог, ты что, у тебя же будет зависимость. Нет, ты можешь спокойно доиграть и убрать. Но есть также правило, в котором мы оговорили, что будет, если ты не убираешь. И, соответственно, ребёнок вначале не мог никак убрать. Почему? Потому что это дофамин, он просто не в силах. Знаете, девочки, я вижу мам, которые не могут убрать телефон, которые даже при общении с другими мамами на площадке не могут оторваться, да, от телефона своего. И я понимаю, почему, потому что это гормоны, это нейромедиаторы, ты не можешь ничего с этим сделать, да. Это как шоколадная зависимость, это как зависимость от алкоголя, это как зависимость, то есть всё, гаджетовая зависимость, зависимость от компьютерных игр, ВОЗ приравнял зависимость, как наркомания. Всё, это уже в списке зависимости, да. Наконец-то, вот буквально в 19-м, по-моему, году или в 20-м, да, они включили это в перечень зависимости, да. Почему? Потому что доказано учёными, что нейромедиаторы, которые поступают, то есть это очень большой поток. И ребёнок не может убрать. И у нас включается правило. Если прозвенел таймер, а я же по звуку слышу, когда игра закончилась, и он не убрал, да. То есть я всё равно этот момент контролирую вначале. И он не убрал. Я подхожу и говорю спокойно. Сажусь на уровень его глаз. И говорю, сыночек, смотри, уже прошло время, когда ты должен был доиграть. Будильник прозвенел, таймер прозвенел. Ты должен был доиграть в игру. Ты в игру не доиграл. Точнее, доиграл, но ты продолжил играть. Поэтому я понимаю, что есть проблема. И поэтому на... Ну, у нас было на три дня, да. Но можно сделать на два дня, если вы видите, что ребёнок, в принципе, адекватно может справиться со своими проблемами, да. Мы на три дня планшет забирали. Две истерики надо было выслушать, чтобы ребёнок научился убирать. Да. Что такое две истерики? То есть первая истерика у него случилась. А чему в этот момент сразу я убираю планшет? Потому что планшет летит сразу вниз, да. У ребёнка случается как бы, ну, несправедливость. Почему вот так вот? Я ему показываю. Смотри, мы же с тобой обговорили это правило заранее. И смотрите, ещё очень важное правило, которое есть в нашей семье. Когда мы включаем какое-то правило в свод наших правил, да, а эти правила, они очень помогают маме, потому что дети знают как бы определённые правила, и не нужно постоянно сто раз объяснять. То есть один раз объяснил, и всё, да. Но как только ты включила это правило, важно, чтобы в этот раз это правило не действовало. Чтобы у ребёнка был как бы вот момент, ну, не было вот этого момента несправедливости. Ага, мама как хочет там пляшет с этими правилами, я должен как зайчик перед ней вот так вот скакать, да. И первый раз, когда мы включили, я говорю, давай так, вот ты сейчас не убрал, да, хорошо, завтра ты планшет получишь, но в следующий раз, когда это произойдёт, я обязательно заберу у тебя на три дня его. Почему? Потому что ты не можешь управлять. Я пока ответственна за тебя. Я мама, я несу ответственность. Я просто обязана тебя оградить от того, что ты будешь постоянно в нём. И смотри, когда он уже, то есть один раз я у него не забрала, он спокойно сидит, он слушает, кивает. Я говорю, смотри, когда я у тебя забираю планшет, я же не просто забираю планшет у тебя, я тебе буду давать игру какую-то, я с тобой буду играть, мы с тобой приготовим какие-то вкусные печеньки, да. То есть я ему объясняю, что забираю у тебя планшет, я не ограждаю от тебя от всего мира, я не наказываю тебя, я тебе просто показываю другую реальность, что есть вот это, вот это, вот это. Мы с тобой пойдём на улицу, будем надувать мыльные пузыри на морозе, мы с тобой будем строить снеговика или там осенью там шагать по лужам, да. То есть включая правила, я ему объясняю, что я у тебя в следующий раз заберу на три дня планшет, потому что ты не можешь им управлять. И когда у меня ребёнок, ну вот он устроил один раз конфликт, потом он ещё раз не убрал, и вот на второй раз, простите, он понял и убрал свой планшет. То есть прекрасно справился с этой задачей, да, уже на третий раз. И у меня возник вопрос у старшего сына, ему было уже семь лет, и он такой, я вообще не понимаю, почему я должен убирать планшет, ведь ты же в телефоне работаешь, да. И тут я ему сижу и объясняю, что я в телефоне работаю, у меня подработа выделена определённое время, когда вы спите, да, то есть у меня чётко рабочее время, когда дети спят, днём у меня есть два часа и вечером у меня есть два часа, то есть я укладываю восемь, они у меня к девяти засыпают, с девяти до одиннадцати я могу поработать. И я говорю, когда у меня вот это, когда у меня становится очень много работы, да, то я могу поработать, но я тебя предупрежу обязательно об этом. И ещё такой очень классный пример, я ему привела, я говорю, смотри, вот телефон — это гаджет, который помогает тебе развлекаться, но ещё телефон — это гаджет, который помогает держать связь, коммуницировать, звонить, сообщать какую-то информацию, а ещё телефон для работы. Вот пока ты для работы его использовать не можешь, только развлекаться и сообщать какую-то информацию, да. Давай посмотрим, вот привела пример с пылесосом, да, то, что пылесосом мы именно пылесосим, да. Ну, у нас есть, например, машина, на которой мы ездим, да, машина, на которой мы ездим. И эта машина нам даёт, мы можем на ней ездить с восемнадцати лет. Почему? Потому что только восемнадцать лет вроде как мозг человека готов усвоить вот эти все правила, да. и я тебя не могу посадить туда в пятнадцать лет. Я не могу тебе дать такую возможность, потому что это опасно, опасно для жизни. Так вот, телефон в пять, в семь, в десять и в пятнадцать лет, он тоже опасен, если он присутствует в жизни ребёнка в очень большом количестве. И поэтому пока ты, то есть пока ты не научился водить машину в восемнадцать лет, вот тебе исполнилось в восемнадцать лет, я могу тебя посадить туда, и ты можешь спокойно поехать сам один. Но пока ты не научился ездить, я сижу рядом с тобой, и я тебе помогаю. Я тебя учу водить. Так вот я сейчас рядом с тобой, пока ты учишься управлять телефоном, да. И вот этот пример, он просто ребёнку открыл глаза на то, что действительно гаджет — это средство, которое мы используем, и которое действительно может в чём-то помогать, развлекать, находить какую-то информацию. И вот это очень важно, что вы даёте ребёнку телефон, даёте, допустим, на 15 минут, но потом вы ему подходите и говорите, смотри, а тут есть ещё вот такое приложение. И с помощью этого приложения ты можешь... Есть классное приложение, когда ты подносишь его к цветочку, и оно определяет какой-то цветок и даёт название, да. То есть какой-то познавательный ресурс, да. И вы на каждую неделю показываете функцию телефона. А ещё есть калькулятор, а ещё есть там таймер, а ещё есть вот этот вот навигатор, в котором ты можешь понимать, где мы находимся, куда нам нужно пойти, право-лево, да. В нашем приложении, кстати, есть тоже такой развивающий момент. У нас сейчас эта функция появилась не так давно. Задания для детей, где родители могут выставлять на день задания для ребёнка, чтобы он в течение дня эти задания выполнял, получал за них звёздочки и потом получал какие-то свои бонусы по договоренности с родителями. И это тоже является развивающим моментом, когда я оставляю тебе помыть посуду, съесть свой обед, почитать книжку, побегать, ещё что-нибудь поделать. И за это ты можешь даже получить какой-то прекрасный подарок. Вот. То есть такое... Для меня, я как пользователь, вот то, что вы рассказываете, я это прожила просто от и до, начиная от даже задержки речи и убиранием гаджета, убиранием мультиков. Было очень много всего проведено, большая работа. И сейчас под каждым словом могу сказать, что да, это действительно так, это действительно сложно, это действительно только две истерики, это действительно таймер, который помогает. В общем, это всё от слова именно так и есть. Ну и действительно ещё, если ребёнок не имеет возможности доступа к постоянным мультикам, он ведёт себя по-другому. Всё. Он не истерит, он становится меньше нервно возбуждённый, у него меньше страхов, у него больше интереса, у него больше энергии, он лучше спит. И, в общем, здесь будет целый список плюсов, которые мы получаем. Важно, и это такое правило, да, не забивать. Если вы видите проблему, важно не забивать, и всё, и больше ничего, и что-то с этим делать. Да, уровень эмпатии у детей вырастает в разы. У меня буквально на той неделе закончилась гаджетовая неделя, безгаджетовая неделя. Почему мы её... Я каждую весну и каждую осень устраиваю детям такую неделю, да. Во-первых, для сплочения нашей семьи, для того, чтобы дети видели родителей в большей степени. Я очень... То есть как я к ней готовлю безгаджетовая неделя? Я предупреждаю за неделю детей, что у нас будет безгаджетовая неделя, да. Единственный момент, в котором сейчас я не могу исключить свой телефон, это работа, да, потому что она прям полноценная уже. То есть я с помощью Инстаграма зарабатываю. Я не могу как бы убрать вот этот момент. Но опять же, я оговариваю со старшим ребёнком, когда я работаю, потому что младшие всё-таки спят ещё, да. И вот эту безгаджетовую неделю мы проводим. Эмпатия вырастает у детей в разы. То есть прекращаются какие-то споры, прекращаются драки, прекращается делёжка какая-то. Они начинают так дружно играть. И, девочки, если вы этого не пробовали, попробуйте. Это так классно. Я согласна. То есть просто убираем мультики полностью, убираем гаджеты полностью, больше играем, больше готовим. Мы столько наготовили за эту неделю вместе, столько вкусностей. И прекрасно проводили время. Читали, просто вот стопками книги читали, потому что есть время, потому что ты действительно, да, можешь очень много посвятить ребёнку время. Но к этому нужно, конечно, прийти. И в чём секрет этой без гаджетовой недели? В том, что, ну, как бы мама сама сначала, то есть мама не берёт телефон изначально утром, да. Вот на стоп-гаджете мы это всё прорабатываем с девочками. Это очень много практик, когда ты не просто убираешь свою зависимость телефоном, да, телефонную, а когда ты повышаешь свою эффективность. Есть очень много приёмов тайм-менеджмента мамы, да, которым я учу. И, как бы, мой пример, что я с тремя детьми получила три трети высшее образование. И, да, это было очень сложно, но это удалось. Почему? Потому что эти все моменты не работают. И вот эта без гаджетовая неделя, это такой, знаете, момент сплочения традиций. Это так классно. Вот она у нас закончилась. И, опять же, потихонечку, постепенно, по полчаса в день дети получают гаджет, но, опять же, в определённых правилах, да. То есть старший ребёнок получает, когда сделал уроки, средний, когда позанимался со мной после садика, да, мы занимаемся там по тетрадочкам, в разные игры играем. И малышка у нас, она может вообще мультики не получать неделями, потому что, ну, нет потребности, да. То, как бы, мальчики сидят в телефоне, они уходят в комнаты, а я ею занимаюсь, да. Вот. Но если она попросила, я ей не отказываю, там, 15 минут могу поставить. Так что это всё возможно. И в этом нет никакого волшебства. Это нормальная жизнь, которая была в Советском Союзе, в которой мы жили. Сейчас эти гаджеты везде. И каждая мама делает выбор сама. Давать, не давать. И вот эти все заявления, то, что мамочки, которые, которые, мамочки, которые забирают у ребёнка гаджеты, вы забираете детство. Детство забирают только те, которые в гаджеты их опускают, ну, полноценно. Ещё раз повторюсь, мозг не изменился. Он развивается всё так же. От движения и от общения. По моему тоже вот опыту, это буквально, ну, просто ещё от моей твёрдости позиции зависит. Если я говорю, нет, я не дам гаджеты, значит, я не дам. И здесь уже про выдержать истерику, которая на тебя выливается. Да, если ты её выдерживаешь, как взрослый человек, как мама, да, которая стоит на своём, и имеет волю стоять на своём, опять же, то потом это... Нет, уже принимается с более... в такой лёгкой форме. Ну, мама сказала, что сейчас не даёт, значит, мама не даёт. Валерия, я вас благодарю. У нас, в принципе, больше нет вопросов, и тогда мы можем, я думаю, закончить на этой замечательной ноте. Я ещё раз хочу сказать, что поддерживаю вас, и практически под каждый... провела все эксперименты на собственных детях, и это всё действительно работает. Поэтому спасибо вам большое. Это максимально актуальная сейчас тема. И всем, даже работающим в своих телефонах и ноутбуках, родителям, рекомендую объяснять, что ты взрослый, и ты действительно можешь работать, а ты ребёнок, ты должен идти играть. Такая у тебя сейчас работа, да? И что это хорошо влияет на наших детей. Поэтому спасибо вам. Делайте хорошее дело. Я эфир обязательно сохраню. Мы вас отметим. Дорогие друзья, эфир будет в нашем профиле. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, что пригласили. И последнее, что хотела сказать, что, друзья, давайте смиримся с тем, что мы живём в гаджетовом мире. Давайте сделаем сделаем так, чтобы, в первую очередь, нам с вами было легко. Вот мне без гаджетов, когда у детей нет гаджетов, легко, потому что они, вот они час уже без меня сидят втроём, ни криков, ни конфликтов, всё спокойно, да? Почему? Потому что это норма. Так что так может каждый и спокойно работать, при этом ребёнок находится в квартире, да? Спасибо вам большое, что пригласили. Мне было очень приятно. Спасибо.